От первоклассников до выпускников. Этот проект Школы искусств получился самым массовым за всю историю. В хореографическом спектакле «Щелкунчик» хватило ролей для 80 талантливых танцоров. Сначала спектакль готовили для своих, но потом решили выйти за рамки Школы искусств. Все-таки 4 месяца репетиций. На радость актерам премьерный показ «Щелкунчика» собрал полный зал Дома офицеров Российской армии. Был аншлаг, было очень много зрителей и было принято решение администрации, управления культуры действительно провести все эти интересные показы во всех микрорайонах города. Маленькие танцоры волнуются перед выходом на сцену. Юные артисты еще не привыкли к пристальному вниманию публики. Но месяцы тренировок дали свой результат. Даже дрожь в ногах не помешала актерам исполнить роли. Я же знаю все эти движения. Я представляю, как будто зрителей нет. И просто танцую. Мыши выходим четыре раза. Когда появление мышей на сражение, когда мы мыши и льду забираем и на финал выходим. Более опытные танцоры спокойнее отнеслись к выступлению на незнакомой площадке. Выпускницы рассказали. Заранее опробовали сцену, чтобы исключить курьезные случаи и падения. Иногда бывает проблема с покрытием пола, иногда бывает скользко. Но так все примерно одинаково. Мы же так же ездим на концерты, на мероприятия, на другие. По словам организаторов, щелкунчик получился затратным. Много средств ушло на костюмы и реквизит. Что-то вложила школа искусств, остальное собрали родители учеников. Чтобы покрыть расходы и наградить участников подарками, решили продавать билеты. Попасть на представление можно всего за 100 рублей. Новогоднюю сказку покажут еще раз 19 января в Дворце культуры «Дружба». Анна Клыга, Алексей Шаповалов, Телемикс.